Какой чай! Для того, что я намерен сегодня сказать, хороший чай очень нужен. Друзья мои! Кстати говоря, в данном случае это не форма, так сказать, приветствия. Я вот сейчас сделаю такой допуск. Я скажу, что то, что я сейчас буду говорить, в принципе, говорится только друзьям. Поэтому давайте я решу так сегодня, сейчас. Для себя я решу, что все по ту сторону микрофона сегодня мои друзья. Все, кто тебя слушает. Да, все, кто меня слушает. Кто не друг, поэтому уходите. Ну, не так. Кто не друг, станьте им. Вот так можно я скажу? Да. Итак, друзья мои, я хочу раздеться. Значит, я вас, конечно, не подвергну этому страшному испытанию, так сказать, показывать тело свое я не буду, хотя... Оно прекрасно. Оно прекрасно на самом деле. Я хочу сказать, мы снимаем все это на видео. Я понимаю, да. Так что, да, раздеться? Давай, давай, давай. Не, пожалуйста. А в чем дело-то, собственно? А в чем дело-то? Прекрасно. Не отвлекайся. Да. Смотрите, мне, значит, мне 58 лет. Я, в общем, не то чтобы у меня какие-то бицепсы, но сложен я хорошо. Я, видите, чисто выбрит, да. Я не скажу, что я красавец, но, по-моему, для своих лет я выгляжу неплохо. Более чем. Да. Тогда я оденусь, потому что холодно. А, все-таки оденешься. Нет, ну холодно. Но все, я не хочу простужить. Ну, я оденусь в смысле, так сказать, одежды. Ну, ты показал все, что ты хотел показать. Я показал, да. Можешь одеться. Да. Просто холодно, дует. Ну, как на сквозняке. Дует, дует. Да. Итак, я хочу раздеться. Я хочу рассказывать сегодня о себе. Мне это нужно. Может быть, я прошу вашей помощи, а может быть, я хочу, чтобы на моем примере многие из вас что-то поняли о себе и для себя. Не знаю. Ну, хочу. Короче. Значит, девушка выглянула, она испугалась и сказали, что здесь голый. Я уже не голый. Все, не волнуйтесь. Все хорошо. А то полицию еще вызовут. Она рассчитала на большее просто. Это не здесь. Не здесь. Я так не могу. Во мне остались какие-то предрассудки от советской власти. Я интимные процессы осуществляю все-таки не публично. Пока. Может быть, я дойду и до этого. Кто знает. А если быть честным до конца, то вернусь к этому. Потому что в юности... Как так? До моего? Да. Потому что в юности мне приходилось заниматься групповым сексом. Но сейчас я пока к этому не готов. То есть из большого группового секса ты временно ушел? Ну да. Ну да. Итак, я хочу раздеться. Поговорить о себе. Мне кажется, что то, что я скажу, будет интересно и для других людей. С некоторых пор, а если быть точным, с самой юности меня стали волновать в себе некоторые неприятные вещи. Почему я говорю неприятные? Даже не знаю. Возможно, они приятные. Но меня они волнуют, как неприятные. Которые, по мере того, как я рос и развивался, только укреплялись во мне. И к сегодняшнему дню они приняли характер не то, что вызывающий циничный, но какой-то такой, в общем, плакатно бесстыдный. То есть я перестал стыдиться этих вещей, хотя они по-прежнему меня тревожат. Началось все очень давно. Началось все, я даже помню, когда. В день моего 30-летия. Свой 30-летний день рождения был последним моим радостным днем рождения. Я тогда помню точно, это был 83-й год. Я устроил большой праздник. Пришло много очень моих друзей, гостей. Был шумный день рождения. Больше этого не было в моей жизни никогда. Потому что после 30-ти лет я стал не любить свои дни рождения. Мы в каком-то подкасте, кстати, говорили об этом, поэтому я не буду углубляться. Я просто скажу, что с 83-го года дни моих рождений перестали быть для меня праздником, перестали быть радостными днями, перестали быть поводом для того, чтобы я собирал друзей. Они постепенно превратились в нечто обратное. Мне очень хочется всегда, чтобы мой день рождения прошел как можно скорее, как можно более незаметно. Мне очень не хочется всегда... Я всегда получаю много поздравлений в этот день. Так вот, мне не хочется их получать. Причем даже от близких людей, не только от дальних. Затем к этому прибавился вот какой феномен. Я поймал себя на мысли, вернее, на чувстве, что мне крайне неприятно получать подарки. Вообще? Вообще. Не только в день рождения. Когда мне что-то дарят, я испытываю всегда ужасную неловкость. Одновременно с этим стало возрастать чувство радости, когда я дарю людям что-то. Вот мне стало приятно и все более и более приятно с годами делать людям подарки, и все более и более неприятно с годами их получать. Затем вот к этим двум феноменам добавился третий феномен. Сначала он испугал меня страшно. Но теперь уже, как я, в общем, сказал, он меня даже уже и не пугает, тоже я к нему привык. Ну, понимаете, какая штука? Всем нормальным людям хочется, чтобы их любили. Мне этого не хочется совсем. Я всегда с радостью признаюсь любви людям. Мне доставляет огромную радость при встрече, целоваться с друзьями, обнимать их, всячески высказывать им свою любовь. Но всякий раз, когда мне приходится слышать, что кто-то любит меня, я испытываю чувство ужасной неловкости, стыда и все другие неприятные, связанные с этим эмоцией. В конечном итоге это вылилось вот во что. В конечном итоге это вылилось в то, что мне совершенно не важно, любит ли моя жена. Для меня критически важно, чтобы я ее любил. Вот это для меня очень важно. Я ее люблю, она это знает, и я всегда ей об этом говорю. Но вот скажи она мне, что она меня любит, я бы испугался. Я уж не говорю о том, что я совершенно не знаю, что я делал бы, если бы моя жена или какая-то другая женщина начала бы выказывать мне знаки любви. Вот, ну теоретически, скажем, я могу себе представить, что какая-то сторонняя женщина хотела бы завести со мной роман. И стала бы оказывать мне знаки внимания, и говорить, что она в меня влюблена, и вести себя как влюбленная женщина по отношению ко мне. Я не говорю там слово, значит, приставать, досаждать и преследовать. Нет. Но как-то, тем не менее, выказывать мне свои чувства. Меня бы это страшно напугало, и я постарался бы из этой ситуации максимально быстро уйти. И, наконец, последнее. Это, знаете, вот, ну, простите меня за это грубое сравнение, это вот как некие гвозди, которые вбивались в тело Христа, да? Вот первый гвоздь, вбитый в его левую руку. Неприятные дни рождения. Второй гвоздь, вбитый в другую руку. Крайне неприятно получать подарки. Третий гвоздь, там, вбитый куда-то еще. Это нежелание быть объектом чьей-то любви. И возрастающее желание любить всех по возможности. И высказывать им это. И, наконец, последнее. Мне трудно представить, что есть вещь в моем характере, в моей жизни, в моей судьбе, о которой мне было бы стыдно или неловко говорить публично. Ой, ну да. То есть признаваться. То есть я не знаю за собой такой вещи, даже из тех вещей, которые входят в социальные табу, например, да? О которых я не мог бы публично сказать. Ты открыт для общества полностью. Я не знаю, слово общество меня здесь коробит. Я миру открыт полностью в том смысле, что... Вот был такой философ Григорий Сковорода. Он сказал однажды, мир ловил меня, но не поймал. Вот я не представляю, чем мог бы поймать меня мир. Вот я помню, например, как гуляли по интернету видеоотрезки, где Шендерович и другие оппозиционные политики спали с какими-то женщинами, мастурбировали, что-то делали публично на камеру, спали с матрасом каким-то, что-то там было отвратительное. Мастурбировали перед экраном компьютера. А это было отвратительно? А? А это было отвратительно. Ну, общество считает, что это постыдно и отвратительно. Ну, общество много чего считает. Ну, хорошо, те, кто это выкладывал в интернет, хотели их, наверное, скомпрометировать. То есть они думали, что этим людям станет стыдно видеть, как они мастурбируют перед компьютером, да? Я, если бы вот завтра в видео попало бы вот такое видео, где я мастурбирую перед экраном своего ноутбука, меня это никак бы совершенно не задело... Мы можем стафилизовать. Это легко. То есть это, конечно, будет неинтересно, потому что это будет постановочный кадр. Но если вот представить себе, что Лубянка просматривает нас через наши компьютеры, и вот они снимают через мой ноутбук, как я мастурбирую, смотрю порноху и мастурбирую перед экраном ноутбука, ну и что, сказал бы я. Чит, доктор, моветон. Вот, да, моветон. Но для меня-то это не моветон. Физиология. Меня совершенно это не волновало бы никак. И дело здесь не в том, что я врач. Наверное, среди врачей есть люди, которые не хотели бы, чтобы на всю страну вышло видео о том, как они сидят на унитазе и производят соответствующие действия. Я бы искал 95%. Возможно. Но мне все равно. Меня это совершенно не волнует. Значит, не скрою, что я поделился этими своими феноменами с некоторыми людьми, с которыми я считал нужным этим делиться, ну, отчасти потому, что я обязан этим делиться. То есть у меня, как у психотерапевта, есть свой, значит, супервайзер. Это не всегда был один человек. Ну, просто люди уезжают, умирают, там, с людьми что-то происходит. У меня есть свой супервайзер. Я, конечно, по этическим соображениям, не потому, что я стесняюсь назвать его имя, а потому, что он мне, так сказать, не уполномачивал это делать. Я не назову его имя. Но вот своему супервайзеру я говорю вообще все. И если бы в роли этого супервайзера вдруг выступил бы весь мир, мне было бы совершенно безразлично. Я еще раз хочу вам сказать, что я уже не боюсь этих чувств, не стыжусь их, а совершенно спокойно о них говорю. Возникает вопрос, что это? Это вещь, присущая только мне? Наверняка нет. Наверняка можно найти людей, которые болеют, в кавычках, этим же синдромом. Синдромом падения напряженности внутреннего табу. Вот так я скажу. Есть вещи, конечно, которые входят в мой, скажем, культурный абрис. То есть я все равно для того, чтобы, скажем, испражняться, я все равно найду туалет. Я не буду это делать на улице. Наверное, потому только, что меня заберут в полицию. Не потому, что тебе стыдно? Нет. Потому что это может кого-то оскорбить? Это может кого-то оскорбить. Но ты скажешь, что это перформанс? Что это современный искус? Ну, это да, мы не об этом. Может быть, да. Но просто это может кого-то оскорбить. Вот других людей я оскорблять бы не хотел. Но меня это не оскорбляет. Он не современный, актуальный художник. Он вообще не современный. Это уж как минимум. Он старый современный. Это уж как минимум. Это уж как минимум. Это уж как минимум. Значит, возникает при этом другой вопрос. А можно ли в таком случае меня оскорбить? Ну, вот... Думаю, легко. Вот как... Знаешь, Саша, вот как ни странно, можно. То есть я обижаюсь. То есть, скажем, я ломлю себя на том, что когда в мой адрес идут какие-то оскорбительные высказывания, ну, прямо оскорбительные высказывания, какого рода? Меня, например, очень легко оскорбить, когда какие-то оскорбительные слова говорят мне люди, чьё мнение обо мне мне дорого. Но оскорбление не из чьих уст, а какого рода? Какого рода? Скажем... По этническому привычку? Да, скажем, нет, нет, да, по этническому. Либо это тебя не беспокоит, а беспокоит другого рода. Нет, меня... Нет, я обижаюсь, когда меня называют жидовской мордой, скажем. Так. Я обижаюсь, когда кто-то сомневается в моём поэтическом даре. Так. Вот. Что же ещё-то, Господи? Внешние данные... Нет. 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 Вот, пожалуй... Обвинения, например, в непатриотизме, в неправильном социальном... Нет, я не патриот. Нет, я скажу, волнует ли это тебя? Нет. Вот, пожалуй, я назвал две болевых точки. Это нация моя, да? То есть национальный вопрос. И это вопрос моего поэтического мастерства и уровня. Ибо это единственное, к чему ты относишься серьёзно. Очевидно. Возможно. Короче говоря, что это? Вот то ли это проявление моего крайнего цинизма в его коренном древнегреческом понимании, да? Значит, цинизм от слова киник, да? Киник – это собака, да? Вот Диоген, отец, значит, кинизма, да, или цинизма, он довёл, как вы знаете, до крайности всё это положение, да? Он мастурбировал у всех на виду и говорил, эх, кабы и голод можно было бы утолить, поглаживая живот. То есть он не оскорблялся вот тем, чем оскорбляются все. Он пытался провести акт десокорбизации. Возможно. Я не знаю, если мне был знаком. Короче говоря, вот то ли это цинизм, то ли это, наоборот, некое проявление, простите меня, это бахвальство мудрости какой-то, я не знаю. Короче, меня это волнует в том смысле, что это отличает меня от огромного большинства моих сограждан и от огромного количества моих друзей. Я знаю, например, что абсолютно всем моим друзьям, ну почти всем, критично важно, чтобы женщина, с которой они живут, их любила и как-то это демонстрировала. Ну, хоть как-то. Мне это не важно совершенно. Ну вот, собственно говоря, вот смотрите, вот я разделся. Доктор, оденьтесь. Да, я вот хотел сказать... То есть дует-дует. Да, дует, ту-дует. Значит, вот я хотел сказать, вот что я хотел сказать, то я и сказал. То есть я не делаю многих вещей из-за опасения оскорбить этим других людей, особенно тех, кто мне дорог. Не делаю и не говорю. Но не потому, что эти вещи входят в мое табу или оскорбительны для меня самого. Значит, я нашел в себе одну зацепку, пожалуй, пытаясь объяснить все это для себя самого, я нашел в себе одну зацепку. Даже несколько зацепок. Зацепка первая. Моя покойная мама никогда меня не хвалила. Вот с самого раннего детства я слышал от нее только упреки. Она мне говорила, посмотри вот на Сережу, ну условно говоря. Вот Сережа ведет тебя вот так, вот так и вот так. Теперь посмотри на себя. У других, говорила она, у других матерей дети как дети. У меня Бог знает что. Она всегда меня ругала и ставила мне кого-то в пример. Возможно, вот это мое поведение, реакция на вот это ее обвинение. Есть еще одна зацепка. В кругу моей родни есть как минимум два человека, занимающих, ну, скажем так, ну, крайне высокое положение в обществе. Один из них, к несчастью, значит, давно мертв, он умер в 43-м году, я его не видел. Это мой дядя по линии матери, который был выдающимся советским разведчиком Александром Аскольдовым. Он участвовал в деле похищения Савенкова, он работал резидентом в США, в других странах. И он настолько секретен, что до сих пор, хотя вот идут сейчас на некоторых телеканалах фильмы о советской разведке, да, о ком угодно, о Судоплатове идут фильмы, о ком угодно, о моем дяде никто не говорит ни слова. Ни в интернете нет разведчик Александра Аскольдов, я сам много раз набирал, ни по телевидению, никаких статей. Один мой дальний родственник сказал мне, что это происходит потому, что Александр Аскольдов по комитетской классификации до сих пор входит в группу так называемых предателей. То есть он когда-то не вписался в чекистский мейнстрим, и хотя по официальной версии он умер в 43-м году, заболев в Нижнем Тагиле инфекционным миокардитом, многие из моих родней уверены в том, что он был убит, поскольку крайне много знал. Он был другом Дзержинского, он был правой рукой Менжинского, он занимал крайне высокий пост в политической разведке Советского Союза. И, видимо, он что-то такое сделал, что по классификации Таича Путина и его соратников делает его непечатным до сих пор, непубличным и так далее. Он Березовский? Может быть, не знаю. Еще один представитель моей родни, ну, я, наверное, не буду об этом говорить, потому что у меня человек не выполномачивает это говорить, но, поверьте, он занимает в культурной жизни страны крайне высокое положение. Я, конечно, с этим человеком знаком, но видел его, вообще встречался с ним раз в семь в жизни. Хотя он живет здесь, значит, в Москве, но просто вот как-то родственных теплых дружеских отношений между нами не произошло. Так вот, наличие в моем роду такой родни, которая всякий раз подчеркивалась, опять же, моей мамой, да? И мое, с ее точки зрения, ничтожное поведение и положение, которое тоже ей подчеркивалось, да? То есть я недостойный отпрыск достойных поколений. Может быть, вот это привело к такой реакции. Когда я стал себе прощать все, сказал себе, да, я такой, и пошли вы все на 33 букв. Может быть, это. Короче говоря, вот такой ряд феноменов, которые, с одной стороны, граничат с бесстыдным поведением и с утратой неких общепринятых табу. С другой стороны, заставляют меня думать о некоей моей аскезе, о самоотказе от знаков внимания, которые крайне дороги всем нормальным членам общества. При этом, если кто-нибудь мне сказал бы, что я сам ничтожного мнения о себе, я категорически протестую. Я просто уверяю вас всех, что я с большим уважением отношусь к своему литературному дару. Я считаю, что я крепкий поэт, вообще крепкий литератор. Ну, квадратники такой накачаны. Да, я считаю, что я крепкий бард, да, я считаю, что я хороший врач, я считаю, что я неплохой философ, то есть я о себе мнение хорошего. Да, я считаю, что я прекрасный психотерапевт, я считаю, что я очень крепкий фелиситатор, то есть человек, который учит людей, как быть счастливыми. Вот только не надо матерчинных слов. Хоть я не буду больше, да. То есть я не болен ощущением собственного ничтожества или там какого-то самоуничижения, вовсе нет. Но вот такая вещь, понимаете. С одной стороны, мне крайне приятно, мне, так сказать, очень хочется славы. Вот, например, да, вот, кстати, вот, да, мне очень хочется славы, известности, публичности, всех связанных с этими феноменами, так сказать, регалий и реалий. С другой стороны, я совершенно не знаю, что бы я со всем этим делал, если бы на меня это вдруг обрушилось. Наверное, я бы постарался зарыться в песок. Вот я помню, был эпизод в моей жизни, когда я рекламировал аппарат физиотерапевтический «Витязь». С 2000 по 2003 год, с 2000 по 2003 год на всех каналах телевидения шла реклама аппарата «Витязь». Я вел эту рекламу. На всех телеканалах я был пять раз в день. И, естественно, меня стали мгновенно узнавать на улицах, в метро, ко мне подходили люди, мне говорили, там, о, доктор, там, и так далее. Я ловил на себе взгляды. Мне это было ужасно неприятно. Поэтому, как бы, с одной стороны, я тоскую по славе, с другой стороны, я фиг его знает, что с ней делать, если завтра она на меня упадет. А она на меня не упадет, потому что я не знаю, что с ней делать. Слава же, ну, слава же приходит к тем, кто, как бы, знает, что с ней делать, нет? Ну, может быть, я не знаю. А вот это, ты сейчас говоришь, там, 2000-х годах. Да. А вот, конец 80-х, когда Боря Берг был популярен. Конец 80-х, Боря Берг, но это было другое, ты понимаешь, я официально работал артистом. Ну да. И это служило прикрытием, то есть... Может быть, ты скажешь сейчас, кто такой Боря Берг, чтобы люди понимают? Да, разве кто-то не знает? Может быть, кто-то не знает? Ну, так сказать, Борис Берг – это мой старый псевдоним, значит, артистический и литературный. Я под этим псевдонимом выступал на советской тогда еще эстраде с 89-го по 92-й год. Объездился своими песнями и всю страну. Написал кучу текстов для крайне популярной группы «Анонс». «Оли и спит», «Хулиганы» и вся эта прочая мерзость написаны мною. То есть я был известный и состоятельный человек. Да-да-да, кстати, это была как раз песенка про этого хулигана, когда молоденькая ручонка еще головку тебе ебил. Да-да-да, когда я был мальчонкой и полон юных сил, я левую ручонку головку тебе ебил. Вот, да. Эту песню пела полстраны. У меня же очень многие не знают, была группа «Анонс», но пел там он. Нет, это не везде, это только в песне «Хулиган». Я пел там, значит, припев один, потому что надо было, чтобы я противным голосом... Ну, хорошо, это была аристорическая врезка. Да, аристорическая врезка. Так вот, тогда я Славу, тогда я ее не стыдился, но тогда было прикрытие. Тогда между Хейфицем и Славой стоял Боря Берг, и это он принимал на себя всю эту славу. А вот что Юра Хейфиц, вот окажись я как Юра Хейфиц в этом положении, я бы не знал. Да, я забыл еще один рассказать. О, вот эта историческая врезка привела к еще одному интереснейшему феномену. По имя, значит, помимо своего дня рождения, я страшно не люблю свое имя. Натуральное. Натуральное. Вот мое имя Юрий, мне страшно не нравится. Мне нравится имя Борис. Так звали моего отца, которого я страстно любил. Я был у него влюблен просто. Я был не критичен, я все ему прощал, все понимал, все принимал и так далее. Поэтому, когда стал вопрос о псевдониме в свое время, потому что, значит, советский массовый зритель, фамилию Хейфиц выговорить не смог бы никогда. Вообще был как-то не готов. Я? Нет, в советском. В советский зритель был как-то не готов, да. Поэтому мне и посоветовал тогдашний мой менеджер Андрей Салуянов, возьми псевдоним. И мы его нашли, значит, Борис Берг. Да. Берг не знаю почему. Наверное, потому что это короткая фамилия, Хлесткая. А Борис, я сказал, я не знаю, кем я буду, но Борисом я буду обязательно. Я взял имя моего отца. И это имя мне не нравится больше всего. А имя Юра мне не нравится совсем. Причем, думаю, что это началось тоже после 30 лет. Вот, друзья мои, я не знаю, в какой степени то, что я рассказал, может быть характерно для какого-то другого человека. Но думаю, что, может быть, кто-нибудь найдет какие-то созвучные вещи и постарается понять, что это такое. Потому что понять-то себя надо. Я похвастаться этим не могу до сих пор. Мне было бы крайне интересно, кстати, вот, ну, так сказать, по горячим следам. Вот что это такое, по-вашему, это все? Это не любовь к себе или это, наоборот, гордыня такая, что раз, о, вот, я вспомнил, мой супервайзер, к сожалению, покойный уже, один из прошлых моих супервайзеров, сказал мне, все очень просто, сказал он мне, я тебе объясню. Скажи мне, спросил он меня, с какого возраста ты готовил себя к славе? Я сказал ему, что я с 14 лет поставил перед собой цель получить Нобелевскую премию по литературе и яростно с 14 лет готовил себя к славе и готовил лет 30. Потом, видимо, просто устал, понял, что Нобелевскую премию вряд ли я все равно получу. В конце концов, жить в состоянии постоянного напряжения жажды славы крайне трудно. Это мешает испытывать оргазм, кстати. Потом уже умер Нобель сам. Потом умер Нобель сам, да. Но может, не пойти, ты получишь Нобелевскую премию, тоже неплохо. А теперь, кстати, она мне неинтересна уже, знаешь, почему? Потому что на моих глазах Нобелевская премия как-то потеряла вот для меня. То есть ее получил целый ряд литераторов. Вот какая-то женщина, которая написала какие-то... А так ли ты хорошо знаешь ее творчество? Но сейчас не об этом. Ну, какую-то книжку она написала, да. Ну, в общем, вот я считаю, что многие из получивших Нобелевскую премию ее недостойны. Да. Вот. И как-то у меня интерес к ней упал. Но вот это вот, значит, он мне сказал, это, значит, мой супервайзер, что ты так долго готовил себя к славе, что когда она не состоялась, ты в конце концов, сказал он мне, возненавидел самого себя, как не добившегося поставленной цели. Может быть. I don't know, как говорят французы. Значит, не знаю, мне трудно. Могу сказать еще одно. Для того, чтобы снизить уровень мучений, а понятно, что это состояние, непринятие самого себя или отречение от самого себя, оно мучительно. Чтобы снизить уровень мучений, я постепенно стал ерником. То есть я искал, как, видимо, не я, а моя психика. Искала какой-то выход, чтобы не испытывать постоянно вот эти вот неприятные ощущения. И я стал таким ерником, клоуном, шутом. Я склонен к такому вышучиванию всего и вся. Как ты однажды мне сказал, Андрюша, люблю не спровергать, сказал ты мне. Вот я полюбил как-то вот такое вот антипафосное, такое вот плакатно-антипафосное настроение. Шутовско-клоунско-ерническое. Для того, наверное, чтобы снизить внутри самого себя суперценность тех идеалов, к которым я стремился, и таким образом уронить уровень мучений, испытываемых мною. Мне кажется, это значит, чем сравнимо, как в 20-х годах люди крещеные, верующие, принципиально нарочито боролись с папами, церковью и так далее, боролись с ней внутри себя. Ну я-то, видишь ли, мой дорогой, я счастлив тем, что моя борьба не выходит за мои границы. Ну да. Как ты знаешь, я никого никуда не зову. Не спровергаешь. Да, не не спровергаешь. У меня есть целый ряд стихов, кстати, написанных не Хейфицем, а Бергом. Да. Вот, кстати, есть огромный массив стихов, которые я писал для того, чтобы создать группу, вот сейчас, подобную анонсу. Опять вот эту группу черных клоунов, да? Анонс, кстати, расшифровывается, как анекдоты о нас самих. Это я придумал расшифровку, чтобы... Да, да. Так вот, я хотел бы сейчас создать такую группу, да? Но, видимо, это уже невозможно. Вот. Но опять же, вот там, в этих текстах, нарочитое хамство, плакатная грубость, веселый цинизм, запредельный баррикадный черный юмор висельника достигают такой напряженности, что эта группа была бы создана для того, чтобы самим себе и всем, кто слушает, да? Как же это сказать-то, господи? Как же... Даже не знаю, как это сказать. Ну, короче, высмеять, вышучить, свести к нулю самих себя и всех, кто окружает нас. Вот такой плакатный, ёрнический, вот как этот звук. Вот такой вот в душе моей, вот этот звук. Вот такое же в душе моей происходит, когда я эти тексты пишу. Вот с этим я хотел бы выйти снова на эстраду. Вот это я хотел бы в поэтической форме спеть. Более того, я даже придумал название этой группы. Я не знаю, можно говорить из рекламных каких-то... Что угодно. Можно. Смотрите, я придумал такой проект, такую группу я бы назвал, да? Вот как бы это выглядело на диске, да? Государственный оркестр волынщиков народного ополчения. Причём, значит, да? Значит, Государственный оркестр волынщиков народного ополчения. По первым буквам этих слов легко просматривается название группы. Вот. Значит, альбом я назвал бы «Хулиганцы». Причём перед частичкой Ганса я поставил бы запятую. Английский апостроф. Такой наверху. И полностью я даже придумал себе новый псевдоним вместо Борисберг. Это звучало бы так. В фоне хроп. И Государственный оркестр волынщиков народного ополчения представляет альбом «Хулиганцы». Вот. То есть я к чему это я говорю, да? Очевидно, вот эти все грубые, ужасные шутки, а тексты эти, кстати, я мог бы их на одном из подкастов прочесть, чтобы вы поняли уровень... Или даже напеть. Чтобы вы поняли уровень ёрничества, заложенный в этих текстах, да? Вот это всё нужно мне, чтобы снизить уровень мучений, которые меня постоянно до сих пор терзают и преследуют. Но уже, видимо, в силу старости моей, не с той силой, что прежде. Я, Андрюша, видишь, придвигаюсь ближе к микрофону, надеясь покрыть этот ужасный шум. Ты думаешь, я его покрою? Я думал, что поставь его в жопу. Да? Идите... Но всё равно надо записать до конца. Вот. Ну, вот так. Субтитры создавал DimaTorzok